доброго дамы и господа специальный выпуск для рубрики открытый микрофон с вами на связи роман анкуденов и мы сейчас проведем анализ валютных пар по методике опционного анализа и так очень кратко для тех кто не в курсе что такое опционный анализ расскажу буквально в двух словах опционный анализ это анализ на основе опционных данных то есть мы заходим на чикагскую биржу специальный терминал который называется quick strike и в этом терминале мы например можем видеть что на текущий опционный месяц идет наибольшее скопление денег на ценовых уровнях 106 это идут опциона да не собственно на графике обозначена жирная линия 106 и максимальное скопление денег по опционам call на ценовом уровне 1100 вот он уровень 1100 по сути вот эта стандартная ситуация то есть вот это у нас называется нижняя граница рынка и верхняя граница довольно таки часто они выступают как в обычном понимании роль поддержки и сопротивление на данный момент мы с вами можем наблюдать что цена находится между этими каналами но со смещением уже ближе к верхней границе рынка и по сути на этих данных но и только на этих данных строится анализ рынка например перед вами сейчас валютная пара евро доллар и что у нас было в прошлый опционный месяц давайте вкратце взглянем так как это предыстория того что сейчас развивается на данный момент по рынку и так у нас цена дошла в прошлом цена месяца это прошлый опционный месяц идет это уже много цен на месяц это вертикальная красная линия дает нам разграничение цена у нас дошла до коридора вероятности 68 процентов коридор вероятность 68 процентов это у нас рассчитываемая область которая также рассчитывается исходя из волатильности рынка исходя из количества дней до экспирации и много других показателей которая дает такой вот вероятность на отношения твой процент вероятности что на момент экспирации то есть на закрытие опциона который у нас произойдет 8 мая цена 68 процентов случаях останется вот в этом коридоре и также рассчитывается коридор вероятности 95 процентов что в 95 процентов случаев цена останется вот в этом большом коридоре данный коридор каждый день понемногу сужается может следовать за рынком естественно и вот в прошлый опционный месяц такой же большой коридор изначально был но вот он судился до таких вот размерчиков на последний день жизни опциона и цена закрылась в этом коридорчике то есть данный коридор отработался цена дошла до него и мы можем понимать что когда цена доходит до этого коридора то от него часто происходит происходит некие отскоки либо коррекции либо разворота рынка как вот например в данном случае но здесь нужно применять применять уже будут другой метод анализа то есть дополнительное смотреть я применяю анализ фьючерсов то есть foot print на тот момент вот эту ситуация отображена здесь показывала нам что в эти дни происходит набор позиции на покупку то есть на рынке начинают проявлять свои силы в быке если еще в прошлый то этот день здесь был сильный продавец то вот здесь уже его сила начинает заканчиваться вот видим внизу объемчики вероятно это могли быть и выхода уже из позиций из продаж которые следовали прошлый акционный месяц цена у нас добиралась до уровня 68 процентов почти что до верхней границы рынка и направилась вниз вот тут свое более чем 300 пунктов почти 400 пунктов и вот здесь продавцы видимо уже выходили можем это судить по всплеску объемов но и одновременно набирали позиции соответственно покупки покупатель так проявляли здесь уже покупатели и следующий день вот в этот день у нас произошел резкий рост здесь уже у нас были проявлены более мощные конкретные силы быков то есть покупателей и была дана торговая рекомендация в моей группе telegram что покупаем вот от этого здесь у нас произошло четкое открытие и цена пошла вверх правда здесь я тоже открывался но меня тут смутила некая ситуация я закрылся по обезубытку причем конечно сожалею но вчера сложилась интересная ситуация тоже вчера это мы рассматривали в обзорах и вот здесь была в чем интересная ситуация практически понятная и предсказуемая который сейчас отрабатываться в этот день у нас произошел всплеск покупателей тут у нас были довольно таки сильные покупатели и следующий день у нас страстную пятницу фьючерсы не работали американская биржа не работала форекс продолжал работать и ушел в такой канал в рейнджевую торговлю на один день тем самым обозначив нам четкий уровень сопротивления и четкий уровень поддержки очень лакомый кусочек для крупных игроков в чем здесь заключается прелесть для крупных игроков далее вверх ложный пробой закрыли час выше данного уровня и биржевая толпа обрадовавшись что пробили сопротивление начинают покупать и во вчерашнем обзоре практически в режиме онлайн мы это все наблюдали то есть у нас вот если мы раздвинем график посмотрим на такую историю вот был тот самый пробой данного уровня и видим что здесь такие зеленые объемчики вот всплеск идет всплеск объемов и вот эти самые зеленые уровни говорят о том что здесь у нас преды пошли покупки то есть начали покупать рынка и дельта нам о том же самом подсказывал что здесь с рынка по рынку по маркету начинают покупать вот они были основные можно сказать покупочки в этом районе естественно куда будут ставить стоп-лосс все вот эти товарищи которые покупали стоп-лосс будут ставить вот за эту грань да либо за этот локальный минимум либо вот за этот локальный минимум ставить стоп-лосс поэтому крупным силам крупным покупателям которые у нас проявлялись на протяжении многих дней очевидно что нужно отступить вот этих покупателей то есть их стоп-лосс это продажа соответственно они продают крупные игроки покупают покупают в этих областях и соответственно также отступить тех кто покупал вот в этом рынке но их будут стоп-лоссом могут быть на вот чуточку пониже и была вчера дома рекомендация чтобы мы искали покупки отслеживали вот этот самый уровень немного пониже немного пониже ждал что цена может приспуститься немного пониже вот например на этот опционный уровень здесь у нас имелась некая сила бывшего сильного продавца она помечена красной линией вчера до него буквально немного не дошли вот несколько пунктов три пункта до нее не дошли и была рекомендация присматриваться к покупочке и вот здесь лично я прикупился вновь и соответственно сейчас ждем что цена может пойти дальше вверх до уровня max pay уровень max pay это тот ценовый уровень где бы его хотели видеть маркет-мейкеры продающие именно опционы потому что опционный маркет-мейкер обязан продавать опционы но не обязанных обратно покупать и вот эта цена тоже рассчитываемая величина которая показывает наиболее выгодную цену на момент экспирации для продавцов опциона то есть в этот на этом уровне момент экспирации продавцы опционов маркет-мейкеры получат наибольшую выгоду то есть все покупатели опционов вот на этом уровне будут иметь наибольшую просадку наибольшую убыток поэтому первая цель этому я ожидаю рост евро доллар на уровень 1 10 31 в текущий момент и вторая максимальная цель это уход цены за пределы верхней границы рынка и здесь уже тоже можно будет искать выходы из покупочек на сегодняшний день взглянем сегодняшнюю расстановку обновим график пока по сути ничего такого интересного не происходит вот здесь у нас зеленой пунктирной линии помечена силы покупателей но покупателей не очень сильных поэтому как я для себя лично ожидал что цена может опуститься в эту область вот в этой области можно поискать покупочки в принципе вот вот в этой области вот сейчас уже можно искать дополнительные покупки если кто желает в принципе хорошая область опять-таки с целями либо до уровня максимальная цель которая для себя вижу по британскому фонду сегодня произошли интересные перестроения у нас изначально открытие опционного месяца вот он открытие цена места было нестандартным то есть у нас и верхняя нижняя граница рынка были на одном ценовой уровне то есть по одному страйку а цена была сразу ниже и верхней и нижней границей рынка это у нас модель к ожидаемым росту далее нас перестроил все стандартное положение создав модель поддержки то есть вот здесь у нас поддержка на ограничение падения, как минимум, да, и модель дальнейшего роста. То есть, стандартное такое положение. Далее у нас идёт перестроение верхней границы рынка, и сегодня опять у нас перестроилось всё не в стандартное состояние. Нижняя граница рынка ушла за пределы верхней границы рынка, а верхняя граница рынка приспустилась вниз. У нас появились ожидания. Появился крупный всплеск денег, крупное угли денег по опционам, Этот опцион будет экспирироваться 5 июня, и вероятно, что он у нас будет иметь роль как бы не сопротивления, а ожидание того, что цена у нас дорастет до этого уровня, и вот здесь начнутся продажи с целью ухода пары вниз, так как крупные игроки любят опционами хеджироваться и свои фьючерсные позиции хеджат опционами. В этом случае, если цена у нас доходит до данного уровня, то крупняк, который захаживал себе таким опциончиком, больше уже на рынке не несет никаких рисков, даже если цена пойдет против него, а фьючерсная позиция будет у него открыта на продаже, то он здесь не потеряет ни цента. В худшем случае, если цена будет закрываться где-то выше, он здесь будет иметь 0 убытка, то есть его убыток по фьючерсной позиции, который уходит вниз, будет компенсироваться вот этим опционом, который будет ему приносить ровно такой же плюсик. Плюсика иногда бывают ситуации, что еще и опцион дает больше прибыли, чем убыток по фьючерсу. Такое тоже происходит. Ну а если же все разыгрывается по ожидаемому сценарию, то есть цена доходит, разворачивается вниз, то данный опцион, он ограничен по убытку и какое-то время фьючерс отрабатывает затраты на данную страховку в виде опциона, а дальше уже начинается чистая прибыль. И чем дальше рынок упадет, тем, соответственно, больше заработает данный хеджер. Поэтому, что мы здесь сейчас можем наблюдать? Мы можем наблюдать, вот сейчас создалась модель сопротивления, но она такая расширенная, модель сопротивления между верхней и нижней границей рынка более чем 300 пунктов. И ориентир у нас есть, более точный ориентир 5 июня, опцион с экспирацией 5 июня. Поэтому я ожидаю, что цена может дойти до этого уровня и вот здесь буду смотреть, уже приглядываться к продажу. Если будут формироваться разворотные паттерны, они могут быть у каждого свои. У меня свои разворотные паттерны, если они формируются, то я буду открывать, соответственно, продажи. Но по целям там уже будет видно. Вдобавок, что мы здесь видим? На текущий момент у нас есть коридор вероятности в 68%, то есть когда цена до этого коридора. Она может, конечно, запрыгнуть дальше вверх, но дает нам больше уверенности в том, что цена будет закрываться ниже вот этого коридорчика вероятности такого персикового цвета, светло-персиковый цвет. Ну и вдобавок здесь еще есть опционный уровень, также с экспирацией 5 июня. Поэтому данный коридор вполне интересен для поиска продаж. Это 1.28 и 1.29.50 в данный коридорчик. По австралийскому доллару также была нестандартная ситуация, как по фунту. Сначала все было на одном опционном уровне, потом нижняя граница рынка у нас упала, превратилась в такую поддержку, и рынок пошел дальше вверх. Ну и граница рынка опять перестроилась в стандартное свое положение. Мы видим, что у нас вот здесь нет большое скопление ожиданий того, что цена может дорасти до этих уровней. А эти уровни у нас многократно, тоже с экспирацией 5 июня, многократно усиливались. Такой вот коридорчик усиливался три раза. Первый раз, второй раз, третий раз. То есть три дня подряд сюда вливали хорошее количество денег в виде опционов. И что мы сейчас видим? Мы сейчас видим модель опять-таки ограничения роста в этом коридоре. Коридор вероятности у нас смещается вверх 68%, коридор вероятности 95%. Как раз пришел вот в этот уровень, он у нас сюда и подбирался. Поэтому отличное место для поиска продаж. Именно вот этот коридорчик 66,28 на текущий момент. Здесь у нас и верхние границы рынка видим. И 67,67 на текущий момент. Все уровни уже идут с учетом forward point. Далее канадский доллар. По канадскому доллару также была открыта продажа. Кстати, по австралийскому доллару была рекомендована покупочка также. По канадцу также была рекомендована продажа в группе Telegram. Так что подписывайтесь, участие в ней бесплатное. Что мы видим сейчас по канаде? По канаде также нестандартное открытие, но это длится еще с прошлого опционного месяца. И как у нас канадец забрался с прошлого опционного месяца за пределы верхней границы рынка, так там и постепенно все снижается. Иногда бывают такие вот проторговки данных уровней, поэтому и нужны дополнительные фильтры. Например, вот анализ по профилю рынка, который будет отсеивать ложные входы и давать развороты. И на текущий момент. Давайте разберем текущий момент, что мы ожидаем. Открыта еще одна продажа, перенесена в безубыток. На пути у нас встретился недельный опцион с экспирацией 15 апреля. То есть он завтра экспирируется. В среду это среднедельный опциончик. Но думается мне, что силы как бы сдержаться, сдержать пару у него не хватит. Ну, как минимум, может быть, до завтра цена тут зафлетит. Вот в этих областях. Ну и с четверга может довольно дальше вниз, так как у нас здесь более сильный уровень, уровень второго порядка. То есть это, опять-таки, достаточно крупные вливания денег, которые нам показывают ожидания дальнейшего падения. Ну и когда цена уйдет за пределы вот этой нижней границы рынка, тогда уже можно будет поискать покупочки. Так как мы видим, что на текущий момент, например, особо ниже у нас ничего и нет. Есть у нас ожидания по опционам колла. Они довольно-таки старые, уже давно проторгованные, отторгованные уровни. Поэтому будут ли они иметь какую-то силу на текущий момент, это неизвестно. А из свеженького у нас вот имеется уровень второго порядка. Вот этот вот опциончик. Давайте взглянем на канадца по профилю. Что нам здесь показывает? Здесь линии. Линия покупателя, линия продавца. Мы торгуемся. Фьючерс по Канаде. Торгуемся выше этого уровня по Форексу. Соответственно, будет наоборот, мы будем торговаться. Торгуемся ниже. И вчера у нас вот здесь, вчера здесь у нас нарисовался довольно-таки сильный бык, сильный покупатель по канадскому доллару. Соответственно, для Форекса это у нас идет продолжение падения вниз. Поэтому сегодня вполне можно ожидать того, что цена может двинуть вниз. Возможно, даже отскочив от верхней границы рынка, где она сейчас вот уже вблизи торгуется, может пойти дальше вниз. Если взглянем на часы, вот эта коррекция вниз, это скорее всего были выходы из покупок. А те, кто вот покупали, здесь откорректосили за счет закрытия позиций. Поэтому цена пошла вниз перед закрытием торговой сессии. Это на самом деле хороший признак. Причем здесь у нас хоть свеча и была падающая, но с победой опять-таки покупателей. Поэтому хороший признак того, что цена может пойти у нас по Форексу дальше вниз, по Фьючерсу дальше вверх. Давайте взглянем более подробно на часовом таймфрейме. Так, и видим, что у нас, да, сейчас мы упираемся вот в текущий максимум объемов, да, вот на этом уровне. Цена торгуется здесь. Если рассмотреть подробненько, то у нас час уже практически закрывается, да, вот. Осталось 11 минут закрытия часовой свечки. Максимальный объем в нижнем, в нижней части данной, данного бара. Это говорит о тормозе рынка. Как, например, здесь пытались падать на максимальный объем в хвосте. Это говорит о тормозе рынка, что не дает пасть дальше вниз. Как и здесь, да, часова свеча упала, падала вниз. Максимальный объем внизу рынок тормознули. Такая же история здесь, да, здесь могут тормознуть. Тормозят рынок, поэтому может произойти разворот. Поэтому вполне можно здесь поискать продажи. Тем более, видим, как у нас эта верхняя граница рынка сейчас превращается из бывшего сопротивления в такого оборотника, как я говорю, превращается. Граница, вернее, из бывшей поддержки превращается в сопротивление. И вполне можем ожидать дальнейших продаж. О чем у нас и идет подтверждение также на четырех часах. При этом стоп-лосс можно ставить даже не обязательно куда-то за пределы этих локальных максимумов. Стоп-лосс можно поставить вот куда-нибудь и на этот уровень. Давайте рассмотрим далее франк. По франку у меня здесь ситуация непонятная, здесь не могу его прочитать. Что здесь у него происходит. Цена у нас уходила за пределы нижней границы рынка. И это повод искать покупочки. Но пока я здесь покупателей не вижу. Были у нас вот здесь, организовывались вроде как и покупки. То есть для фьючерс это будут продажи. Но вот здесь продавцов пообломали, ушли, закрылись вверх. Нарисовался опять довольно-таки неплохой здесь у нас покупатель дальнейший. Это для Форекса дальнейшее падение. Поэтому пока ждем. Ждем. Возможно, если и заходить, то сейчас искать покупочки по Форекс. То как минимум можно заходить с сокращенным риском, сокращенным объемом. Ну и стоп-лосс под этот очевидно локальный минимум ставить. Хотя я сейчас искать покупки не буду. Не вижу пока здесь хороших покупок. Здесь соответственно хороших продаж. Единственное, я бы здесь стал искать покупки по Форексу, когда цена у нас нарисует такой вот крендель. То есть бывшее сопротивление вот это превратит в поддержку. То есть вот таким вот образом. Тогда буду рассматривать покупки. И пока что лучше подождите. Тем более у нас Франк сильно зависит от Еврика. То есть очень схожие движения. А Еврик мы ждем дальше вверх. Поэтому вполне вероятно, что Франк у нас может пройти дальше вниз. Тем более, что внизу у нас еще имеется уйма ожиданий. Поэтому лучше придерживаться такой тактики, что подождать. Пусть упустим здесь какой-то нам, например, наиболее выгодный вход. Но лучше я придерживаюсь тактики упустить, чем потерять. Потому что на рынке потерять легко, заработать сложнее. И японская иена. Что у нас по ней? По ней особо пока ничего интересного у нас и нет. Цена торгуется между границами рынка. Между верхней и нижней границей рынка. Ситуация стандартная. Поэтому пока лично я здесь жду, куда цена дойдет. Дойдет до нижней границы рынка. Буду рассматривать покупки. Дойдет до верхней границы рынка. Буду рассматривать продажи. Ну а давайте взглянем на нефть. По опционным уровням. Думаю, интересно будет взглянуть на нефть VTI. Итак, вот у нас нефть. Что мы по ней видим? По расстановке опционных уровней по ожиданиям. Это у нас текущая цена. И вот у нас максимальный, ближайший объем, имею в виду, находится на уровне 20.00. Старайк 20.00. Ниже у нас еще имеются опционы. Но практически мы уже находимся на такой поистине границе рынка. На 18.00. Старайки у нас есть опционы, но они более чем в два раза ниже. То есть треть от этого объема, который тоже не самый здесь большой, но достаточно крупный. То есть больше чем половина от максимальных объемов. На 40.00 в страйке, 45.00, 50.00. Ну и максимальное ожидание роста это 55.00 у нас страйк идет. На 55.00 страйк. Но это, наверное, не в ближайшее время. Может быть даже не в ближайший год. Но поглядим. Что исходя из этой ситуации, мы можем видеть. Давайте взглянем на фьючерсный рынок. Вот это нефть. И вот она та самая граница рынка по цене 20 долларов за баррель. Видим, что цена уже здесь у нас была. Здесь у нас происходили наборы позиций на покупку. Здесь у нас отмечены покупатели. Также здесь примечательно видят такие замечательные хвостики идут. Это все в пользу того, что здесь идет поддержка, набор позиций на покупку. Что сейчас? Сейчас мы наблюдаем. Вот у нас обозначен. Имеется сильный покупатель вот в этот день. Сильный покупатель, когда 2 апреля обозначился. Который, как ни думывается, и сдерживает вот этих продавцов, которые здесь у нас намечаются. Здесь продавец у нас наметился. Здесь сильный продавец. Тут сильный продавец. Был тут сильный продавец. Но продавить вот этот уровень они пока не могут. Надея его обозначу. По цене 22.21. Этот уровень пока продавить не могут. И в принципе здесь что может быть? Здесь вполне может быть некая шпилька. Резкий поход вниз. Именно тенями. Но закрытие выше данного уровня. И лакомым кусочком для поиска покупок это у нас будет уровень 20. И все что ниже. Для более безопасных покупок нужно смотреть, когда у нас цена закроется выше 25.84. Выше вот на текущий момент, на текущий день выше вот этого сильного продавца. Когда цена закроется выше этого уровня. А еще лучше, когда максимальный объем дня также закроется выше этого уровня. То это будет означать, что мы проторговали вот этого сильного продавца. И по сути направляемся вверх. Вот это будут более безопасные, такие идеальные покупочки. Но этот продавец может сместиться и вниз. Вот я обозначил здесь еще одного продавца. Но он более такой слабенький. И пока что мы можем здесь ожидать какую-то коридорную торговлю. Куда-то можем уйти в рейндж. Вот в этих вот коридорчиков. Вплоть до 20 фигуры. До 20 долларов. Такой вот широкий коридор. в размере 6 долларов. В принципе, в котором тоже можно хорошо зарабатывать. Поэтому пока продажа. Соответственно, можно смотреть. С 24 фигуры. То есть 24, 41, 25, 84. Это у нас все. Можно рассматривать. Продажа и покупки. От 20 долларов и ниже. Вот такой вот метод опционного анализа. совмещенный с анализом фьючерсов и горизонтальных и вертикальных объемов. На этом все. Подписывайтесь в группу Telegram. Всем успехов. Попутного тренда. Больших профитов. Пока.